А сейчас новая публикация в журнале «Деэкономист», и Зеленский там что-то совсем на него не похоже, чтобы это его слова были. Это что, ожесточение риторики? Зачем оно нужна? Что вы прочитываете в происходящем? Ну, послушайте, мы ведь тоже не переживаем по поводу их убитых. Итак, подсчитываем так себе сухо, сколько там, 100 тысяч, 300, полмиллиона, дискуссии ведутся на эту тему. Но особых переживаний я по этому поводу не встречал, даже наоборот, чем больше убили, тем ближе конец войны. Во время войны это нормальное ожесточение. Кстати, и в обществе в это время происходит ожесточение внутри. С одной стороны происходит консолидация, с другой стороны отторжение всех несогласных. Потому что война — это неестественное состояние для общества. На войне награждают за то, что в обычное время наказывают. Вот в обычное время убить человека — за это вас наказывают. На войне вас за это награждают. Разрушить дом — за это вас наказывают. На войне вас за это награждают. Поэтому общество чувствует состояние, пребывая в состоянии когнитивного диссонанса, и поэтому очень важно ощущение справедливости своей войны. Если ощущения справедливости своей войны нет, то происходит дополнительная накачка ненависти. Тогда мы воюем не потому, что мы хорошие, мы воюем потому, что они плохие. Но вот на Украине ощущения справедливости своей войны нет. По примеру того, что общество во время войны и так происходит, во-первых, консолидация, во-вторых, консолидация на основе отторжения чужих. В это время происходит еще дополнительная накачка. И чем ближе ощущение поражения, опять-таки, если у вас нет ощущения справедливости своего дела, то тем сильнее накачка ненависти. Вспомните последние дни Рейха. Благодарю вас. С нами был Ростислав Ищенко. Оставайтесь с нами. Ростислав Ищенко. Оставайтесь с нами.